доброе утро дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о ролях в семье вторая трудная очень трудная вещь это роль жены для современной женщине в нашем обществе где постоянно говорится равных правах что на мой взгляд является не только утопией но откровенной ложью женщина все больше и больше претендует на равноправие но знаете в чем маленькая маленькая проблема равноправие с точки зрения многих женщин заключается не в том чтобы иметь равные права с мужчиной а в том чтобы иметь больше прав чем у мужчин равенство немножко с компенсация за годы угнетение послушайте когда мы принимаем какое-то решение и женщина принимает решение не посоветовавшись мужем она говорит это выражение моего равноправия но это не выражение равноправия это выражение того что ты считаешь себя больше своего мужа имеешь право не советуясь с ним принимать решение когда решение мужа не может быть осуществлено, принято и реализовано в жизни без разрешения жены, говорит ли это о равноправии? Является ли это признаком того, что мужчина действительно почитается своей женой как глава? Конечно же нет. Итак, женщина должна согласиться не со мной, не с какими-то другими людьми, не даже с собственным мужем, а с Писанием и, соответственно, с Господом в том, что она сотворена человеком второго плана, человеком, который должен помогать, человеком, который должен поддерживать, человеком, который должен постоянно заботиться о своем муже, своих детях и о своей семье. Женщины сегодня бунтуют против этого, им нравятся первые роли. Но послушайте, в любом случае, если мы с вами уходим от установленного Богом порядка, то какой бы хорошей у правительницы ни была женщина, это приведет к проблеме рано или поздно. Я на 100% уверен, дорогие сестры, что для того, чтобы вы были счастливы, вам необходимо смирение и понимание того, что если Бог поставил вас на полшага за вашим мужем, то Он сделал это не для того, чтобы вас унизить, не для того, чтобы вообще принизить вашу роль в жизни, а для того, чтобы вы были счастливы в том, что Бог заложил в вас. А заложил Он в вас дух служителя. И когда вы на своем месте, вы будете не просто счастливы, но вы в обязательном порядке сделаете своего мужа более успешным в том, к чему призван Он. Субтитры создавал DimaTorzok